Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня распаковка посылки с американского сайта iHerb. Я очень хочу поскорее ее распаковать, потому что в последнее время так сложилось, что я с iHerb заказываю одно и то же и вам показываю одно и то же. Это дезодоранты, мыло, какие-то шампуни любимые, но в этой посылочке примерно половина товаров для меня новинки, поэтому давайте посмотрим, что я заказала. Сверху вижу чипсы от халапена, сто раз вам их показывала, распаковывать не буду. Вкусные остренькие чипсы, отличаются от наших, не такие красивые, но очень вкусные и не содержат трансжиров. Стиральный порошок Grab Green, тоже постоянная моя покупка, много раз рассказывала, показывала. Внутри вот таких 50 капсул я стираю практически все этим порошком, и детские вещи, и свои меня устраивает. С сильными пятнами он, конечно же, не справится, их нужно выводить заранее, но в целом у меня к нему претензий нет. Что еще из повторного? Мама попросила заказать вот такие капсулки. Это новозеландские зеленогубы Моллюск. Много раз рассказывала. Они облегчают боли в суставах. Кто сидит на диглофенаке, тем прям рекомендую эти капсулы. Раньше от California Gold Nutrition я постоянно брала. Они более выгодные, у них больше объем, и по цене они реально выходят выгоднее. Но уже, наверное, полгода, если не больше, их я взять не могу, и поэтому берем маме, бабушке, ее знакомой вот такие. Применять нужно 3 штучки в день, а здесь их всего 90, то есть вообще курс на месяц. Вот те от California Gold Nutrition выходили гораздо выгоднее, и их хватало большой упаковки, по-моему, на полгода. Принимать не было по одной капсуле, но их долгое время нет, поэтому не знаю, когда же они появятся. Заказала, это тоже повтор, вот такое кокосовое масло со вкусом сливочного, но на самом деле оно со вкусом топленого. Это смесь кокосового и пальмового масел. Очень вкусно на нем жарить картошку, котлеты, и вообще такое брала бабушке, мама ей дала, чтобы она добавляла в каши, гораздо полезнее, чем сливочное масло. Большой объем, стеклянная банка у меня всегда такое для жарки дома есть. Что еще из повторов тоже не буду открывать, это тоже не мое, так же, как и масло. Сейчас покажу, что это. Это вот такая моя любимая приправа от Симпли Органик, чесночная соль. Она подходит к огромному количеству блюд, даже просто глазунью с утра сделать, посыпать этой приправой, и будет очень-очень вкусно. Универсальная приправа, и именно от Симпли Органик, вот в таких стеклянных баночках, мне нравится больше, чем от Фронтье, например. От Фронтье я пробовала, не зашло. Вот это самое лучшее, самое вкусное. Вот у меня пока еще полбаночки есть, как закончится, я обязательно себе закажу. И здесь у меня остались товары, которые я никогда не пробовала, мне очень-очень интересно. Смотрела Шейну Анну, она тоже часто делает распаковки сайхер, и она хвалила вот этот натуральный дезодорант. Я люблю кристалл, сто раз уже об этом говорила. Зимой кристалл меня защищает и устраивает полностью. На лето я перехожу на тяжелую химозную артиллерию, такую как либо алгель, ну алгель чаще всего, либо драй-драй. Почему? Потому что кристалл защищает от неприятного запаха, но влажность сохраняется, то есть он не блокирует выделение влаги. Вот этот натуральный дезодорант обещает нам производитель, что он будет защищать и от влаги тоже. У него прекрасный состав, и если действительно он будет защищать и от влаги, и от запаха, в летнее время я перейду на него. Он очень бюджетный, у меня розмарин и лаванда. Он в форме стика. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Я взяла маленький на пробу, 28 граммов. Вот такой прозрачный, присутствует аромат. Аромат такой, знаете, несколько рисковатый мужской, но он не стильный. Поэтому я не думаю, что он будет отвлекать, например, от парфюма, которым я пользуюсь. Посмотрим, как в пользовании. Товар очень бюджетный. Если мне понравится, как он работает, если он действительно будет защищать от влаги, а не только от запаха, я перейду на него, и не нужен мне будет dry dry и алгель. В общем, возлагаю на него огромные надежды, потому что отзывы на него прекрасные и хорошие. Взяла вот такую малютку попробовать. Он не вышел вообще по смешной цене. Была скидка 15%. Он не вышел буквально в 140-150 рублей, если не меньше. Это очень классная цена. Я все время сидела на мылах. Сначала от бренда Nubian меня устраивали. Потом я попробовала от Pre-de-Provence и пачками их просто заказывала. Но как-то я посмотрела тоже одного известного блогера, и она меня впечатлила заказать мыло другое французское. Юг Франции называется. И я взяла себе вот такой брусочек черри блоссом. Здесь 170 граммов, то есть в Pre-de-Provence 250. Но если сумму товара разделить на граммовку по цене, они выходят одинаковые. Знаете, пахнет как обычное мыло. Вот Pre-de-Provence так не пахнет. А это пахнет обычным мылом из упаковки, из моего детства каким-то мылом. Не знаю, не знаю, как оно будет в пользовании. Вот так выглядит брусочек. Очень, конечно, симпатично и эргономично выглядит. В руке держится хорошо. Но, насколько я знаю, по отзыву многие любят эти мыло. Также не раскисают в мыльнице, используют их для тела. Они не пересушивают кожу. В общем, попробую. Но аромат, конечно, несколько меня удивил. Вот реально пахнет каким-то мылом из детства, из моего детства. Посмотрим. Ладно. И от этого же производителя взяла жидкое мыло с таким же ароматом черри-блосом. И у него помпа, которая делает пенку. Оно само очень-очень жидкое. Но вот эта пенка должна очищать кожу. Ну, взяла просто так. Вот хочу, чтобы у меня в ванной комнате стояла такая красотулина. Давайте посмотрим, что он мне дает. Да, выходит вот такая пенка. Пахнет приятно вишенкой. Ой, очень приятно пахнет. Многие тоже очень любят эти мыла. И взяла попробовать. У них там ассортимент ароматов просто гигантский. У меня глаза разбежались, но я решила взять и брусочек, и вот такое жиденькое мыло с одним ароматом. И буду с удовольствием использовать. Лежу, только ребенок не использовал это мыло. Просто так в игровых целях, потому что оно не очень бюджетное. Ладно, я с ним поговорю. Уже не один год я постоянно сижу на креме для лица от Milt by Nature с гиалуронкой, с зеленым чаем. В общем, сто раз вам показывал этот крем, но сейчас столкнулась с такой вещью. Я этот крем всегда держу в запасе. То есть я начинаю, вернее не начинаю, у меня половина флакона, когда остается. Один флакон лежит в запасе, и я дозаказываю еще. Пока идет, я допользую флакон, завожу новый, и один у меня лежит. Вот так у меня происходит. То есть у меня всегда есть запас этого крема, потому что этот крем мне подошел идеально. Я сто раз советовала его для комбинированной склонной к жирности кожи. Многим девочкам он нравится. У него довольно большой расход, но тем не менее меня он устраивал. Последние две посылки я хотела заказать себе этот крем в запас, и он недоступен к покупке. Возможно, компания проводит ребрендинг. Насколько я понимаю, Milt by Nature это дочерний бренд iHerb. И совсем снять такой популярный товар, который расходится огромными тиражами, у которого огромные рейтинги, я не думаю, что компания на это пойдет. Я думаю, что, возможно, перевыпускают или делают что-то еще. Не знаю, но последние две посылки, даже три, у меня сейчас еще одна малюсенькая идет с тремя товарами. Я не могла заказать этот крем, но так как без дневного крема я не могу. Я взяла на пробу вот такой крем. Он должен быть с пребиотиками. Увлажняющий, 70 мл. Оставлю все ссылки. Произведено, пишут в Южной Корее. Что за компания, не знаю, но у крема неплохие рейтинги на сайте. И довольно приятная цена за 70 мл. То есть цена не космическая. Вот так выглядит флакончик. Я знаю, что сейчас средства с пребиотиками для яйца очень популярны. Я не пробовала их и не планировала пробовать. Но мне пришлось в связи с тем, что моего любимого дневного крема, который я использую под макияж, нет в наличии. Кремушек был зафольгирован. Это приятно. Практически не имеет запаха. И я уже вижу, что он такой неплотной консистенции. Вот он какой. Тает при соприкосновении с теплой кожей. Практически ничем не пахнет. И вот я сейчас по рукам даже смотрю. Очень хорошо растягивается. То есть у него расход будет очень-очень экономичный. Попробую. И надеюсь, что на качестве моей кожи это не скажется. Но я обязательно, как появится на сайте мой любимый крем, закажу. Потому что я плотненько на нем и давно сижу. Он мне очень-очень нравится. И последнее. Тоже новиночка для меня. Я взяла вот такое масло для загара кокосовое. Здесь из ПФ4 всего. То есть оно как раз именно идет для загара. Я на прошлый сезон как-то в магнит косметик наткнулась на средства, они популярные, от Гарнье. Я брала масло для загара от Гарнье. Нормальное масло. Но у него состав, конечно, значительно хуже, чем у этого. У этого тоже такое. Здесь, по-моему, есть минеральное масло в составе. Но состав в разы лучше, чем у Гарнье. Цена в два раза выше. Гарнье можно на скидках купить в два раза дешевле. Но я решила заказать сахер. Вообще, в принципе, я люблю и простое кокосовое масло использовать. То есть от жаров у меня постоянно дома есть. И рафинированное, и нерафинированное. Я переложила в другую емкость. Летом жаришка. Маслица растаяла на себя, нанесла без проблем и так далее. Но решила еще побаловаться и прикупить вот такую вот штучку. 236 миллилитров. Довольно-таки большой объем. И я не могу его... А, нет, он не открывается. То есть флакончик одноразовый. Я не смогу сюда налить что-то другое. Ну, давайте просто посмотрим, что из себя представляет эта штучка. Крупный распылитель. Маслица и есть маслица. Ой, пахнет слегка прям натуральным кокосовым маслом. Как джаров. Легкая душка. Ну, это просто масло для загара, которое я буду с удовольствием использовать. В летний период буду с ним загорать. Ну, что ж, на этом у меня все. Надеюсь, что те новиночки, которые я сегодня прикупила, мне понравятся. До новых встреч!